Добрый день, и мы с вами находимся в недельной главе Бамидбар, в пустыне. Недельная голова начинается с повеления Всевышнего пересчитать еврейское население, а вся книга Бамидбар, она названа мудрецами числа. Число имеет значение. Давайте посмотрим, почему так. Мудрецы обращают наше внимание, что в результате каждой переписи результаты были идентичны, одинаковы. Всякий раз, когда производилась перепись населения среди народов Израиля, в конечном итоге получалось, что еврейский народ насчитывает чуть больше 600 тысяч человек. В те времена это выражало реальное количество людей, составляющих еврейский народ. И понимая, что у каждого человека есть душа, которой его наделил Творец мира, мы говорим, что в народе Израиля насчитывалось 600 тысяч душ. И пишет Талмуд в трактате Евомод, приход Машеха станет возможным, когда все 600 тысяч душ народа Израиля вновь соберутся вместе. Здесь же в Талмуде говорится, что весь народ Израиля это единое целое, состоящее из 600 тысяч частичек. Тут возникает некая вполне очевидная проблема. После исхода из Египта действительно народ насчитывало 600 тысяч человек. Однако при пересчете евреев в пустыне учитывались лишь мужчины в возрасте от 20 до 60 лет. В результате оказалось, что эти 600 тысяч человек, именно это количество человек. Как это понимать? Ведь общая численность народа Израиля, если приплюсовать женщин, детей, пожилых детей, кому больше за 60 и меньше 20, было тогда, согласно простейшим арифметическим правилам, существенно выше. Из Усной Тора мы знаем, что общее количество человек, состоявших у горы Синай, было более трех миллионов человек. Означает ли это, что другие категории населения в еврейском стане не в счет? И вообще, еще Всевышний, любя свой народ, дал указание сосчитать только мужчин, поиспособных, сильных, физических, вполне осознающих всю меру ответственности за свой народ? Так должно ли мы понимать, что в определенные исторические моменты ценность человека определяется лишь той пользой, которую он может принести своей общине? За ответами необходимо обратиться к еврейским источникам, как всегда, и попытаться понять, что пишут об этом наши учителя. В книге «Зор» ее написал Раби Шимн Барюхай, вот недавно на той неделе мы отмечали его в Йорце, это был праздник Лагбаумер. В нем приводится нумерологическая параллель. Написано, что в Торе насчитывается 600 тысяч букв и знаков, что соответствует количеству душ в еврейском народе. И в другом еврейском источнике, в книге Мегилата Мукот, раскрывающей глубины Раби Менахи Мазария Дефана, в нем он расширяет эту идею. Каждый еврей, пишет он, в частности, имеет параллель своей души в Торе. Это одна из 600 тысяч букв, составляющих текст свитка. И действительно, само слово «Исраэль» на иврите «Исраэль» – это акроним, то есть каждая буква, и одна из первых, как СССР. Это словосочетание «Ес шишим рибо тьет ле Тора». Есть 600 тысяч букв в Торе. Теперь у нас есть все основания сделать вывод, что еврейский народ в целом насчитывает 600 тысяч душ, и каждой букве Торы соответствует одна еврейская душа. И оба объяснения в сочетании дополняют друг друга и помогают нам разрешить наши вопросы с численностью населения в еврейской общине. В действительности, проявляющаяся в нашем земном мире фактическая численность людей в еврейском народе, намного превосходила и сейчас превосходит цифра 600 тысяч. Но в духовных мирах, с которыми связаны еврейские души, количество душ, как базисных, как корневых, остается неизменным и выражается цифрой 600 тысяч. Ибо одновременно в нескольких людях сейчас, речь идет только о принадлежащей к еврейскому народу, в земном мире могут жить частички той одной души, из которой потом из этой одной. Таким образом, все составляют 600 тысяч, и это выражение количества людей в народе Израиля в любой момент творения, в момент существования мира, с точки зрения его духовного содержания. Именно о духовности, в первую очередь, и говорится в Торе. И мы здесь видим, что каждый еврей, каждая еврейская душа является целью, частью цельного организма, называющимся народом Израиля. И каждая душа представляет собой ничем неизаменимую составную часть духовного мира. Но в конечном итоге, в нашем материальном мире, она играет свою особую, уникальную роль в общей системе разделения труда и ответственности. За счет чего, каким образом это реализуется, об этом пишет уже хорошо известный нам из наших бесед Рамхаль Машехаэм Луцата в своей книге Дер-Хашем. В ней он объясняет, что после греха первого человека мир был запущен по длинному пути исправления греха, и написано в трактате Саргидрин на 86-й странице, что этому миру дано 6000 лет. И на этом длинном пути человечества прошло несколько этапов развития. И вот в 2448 году евреи, которых Бог вывел из египетского родства, приняли Тору, и, как мы сказали, это было 600 тысяч взрослых мужчин. С этого момента на народ, который принял Тору и все ее законы, возложена обязанность исправления греха первого человека. То есть каждая душа из этих 600 тысяч должна быть полностью исправлена от этого греха. Если бы это случилось прямо на горе Синай, то мироздание сразу перешло бы на следующий этап развития, то есть в мир награды. И, как мы знаем, это могло произойти. Но случился грех с золотым тельцом. И длинный путь общей продолжительностью 6000 лет продолжился. Души дробились, мельчали. Сейчас уже это 20 миллионов. Но важно, как мы сказали выше, что общий объем или количество корневых душ, он остается неизменным в районе 600 тысяч душ. И в каждый момент времени Всевышний направляет в этот мир еврейские души с полным комплектом, набором плохих и хороших качеств, чтобы были исправлены плохие и усилились хорошие качества. То есть всегда тот набор, который нужно исправить, это и есть в совокупности 600 тысяч душ, разделенные на 20 океев миллионов. Это всегда этот набор, комплект, сет. В каждый момент времени, как только будут исправлены плохие качества, все изъяны еврейских душ, в которых в сумме составляется 600 тысяч, которые стояли на горе Сенарь, мир сразу в это же мгновение перейдет в мир награды. И, как мы видим ситуацию про себя и про окружающих нас евреев, мир еще далек до полного исправления. И Всевышний продолжает в каждый момент времени посылать в этот мир такой комплект плохих качеств и изъянов, чтобы мир все время, в каждый момент мог двигаться в сторону полного их исправления, а значит, совершенства. А вместе с душами, с плохими качествами и изъянами, Всевышний с абсолютной точностью программирует жизненные обстоятельства для каждой души, для каждого из нас, которая позволит исправить эти плохие качества и изъяны, которые в ней есть. И это и есть это программирование, это и есть мозаль, это и есть судьба, которую получает человек. Он получает душу с изъянами, оставшимися от предыдущей жизни, и плохими качествами, и набор обстоятельств в виде судьбы, через которые он должен пройти правильно, и тогда они будут все исправлены. И тут мы подошли к ответу на вопрос, как так получается, что каждая душа представляет собой ничем не заменимую составную часть духовного мира, и в конечном итоге в нашем материальном мире она играет особую, уникальную роль в общей системе разделения труда и ответственности. На этом мы перешли к Рамхалю. Так вот теперь понятно, что только когда каждая еврейская душа устранит в себе заложенные в ней плохие качества и изъяны, только тогда мир сможет перейти в другую стадию развития. И именно поэтому у каждой души есть своя уникальная роль, своя уникальная работа, своя ответственность в этом труде. И только когда все наши еврейские души будут исправлены, они смогут быть соединены в 600 тысяч корневых душ, стоявших на горе Синай. Только соединение этого количества еврейских душ в единое целое позволит нашему народу реализовать план Всевышнего и осуществить свое предназначение на земле. И еще наши корневые души соответствуют 600 тысяч букв Торе, законы, которые возложены на нас, которые тогда, когда до нас было 600 тысяч, мы приняли на себя на горе Синай, и которые мы должны поэтому соблюдать. И тогда становится наглядно видно, что еврейский народ по сути своей живое воплощение этой Торы, в которой в каждой ее букве нам открывается мудрость Творца, а за каждой буквой стоит еврейская душа. И теперь становится понятно, почему в Зоре сказано, наш народ, народ Израиля и Торы, и Всевышний – это единое целое. И понятен, очевидно, отсюда вывод. Мы можем выполнить свою миссию, привести Машеха, только если станем единой душой. А это нам удастся, только если мы станем жить по законам Торы в согласии с волей Всевышнего. И стать единой душой пока не получается. Мы кто в лес, кто под рова. И тем более не получится вернуть свое единство со Всевышним, без объединения себя на основе законов Торы, переданных нам на горе Синай. И теперь, я надеюсь, становится понятно, почему важно, чтобы каждый еврей шел по пути соблюдения Торы и заповедей, ведь каждый участвует в приближении прихода Машеха, исправления мира и приближения вечного периода награды – будущего мира. Брахавы от слаха, благословения и успеха. И остаемся и дальше в поисках смысла.